Официально декларацию о независимости Верховный Совет Латвийской ССР принял 4 мая 90-го года. Но по сути обсуждать восстановление независимости только-только избранный парламент начал еще накануне исторического дня. О том, как это было, материал Яна Рубинчик. 201 депутат. Заседание начинается с избрания председателя. Фракции всего две. Маврик Вульсон от Народного фронта выдвигает Анатолия Горбунова. Анатолий Алексеев от равноправия предлагает свою кандидатуру сам. Я считаю, что в любом выборе должна быть альтернатива. Одной из задач нового парламента, я считаю, восстановление государственного суверенитета Латвии. Уважаемый Анатолий Варьянович, у меня два вопроса. Первый касается вашего отношения к проблеме гражданства в республике. Я, как вы знаете, выступаю за нулевой вариант. Ваше отношение к словам Горбачева о том, что в случае принятия односторонних решений по выходу из состава СССР, никаких переговоров с Латвией никто вести не будет. Не надо выходить, однако государственность надо восстановить. Ваше отношение к русскому языку, к государственному языку независимой Латвии. Я не исключаю, когда языки латышский и русский станут равноправными, так сказать, в реальном смысле, то, возможно, тогда можно рассмотреть вопрос об обоих языках как официальных языках. Вы защищаете так называемый нулевой вариант. Это значит, любой человек, имеющий в Латвии постоянную прописку, без каких-то условий может стать гражданином Латвии. Я правильно понял? Без каких-либо условий всё же не стоит. Первое условие — собственная просьба. Представители равноправия задают всё новые вопросы. Они выступают за референдум по независимости. Хватит высказывать конъюнктурные мысли от имени народа. Давайте выслушаем сам народ. 153 голоса за, 43 против. Анатолий Горбунов становится председателем Верховного Совета. Уважаемые коллеги депутаты, я вас сердечно благодарю за доверие. Мы с коллегами провели в Венесуэле 19 операций, и я смог купить Телефакс. Но в наше тревожное время он больше пригодится нашему парламенту и нашему президенту. Потому прошу, господин Горбунов, принять мой подарок. В заместители Горбунову выдвигает одного из лидеров Народного фронта Дайниса Иванса. Я считаю, что восстановление независимости Латвии не сама цель. Это средство обеспечить нормальную человеческую жизнь. Почему вы в возрасте Иисуса Христа, давая интервью комсомольской правде, сказали, что о выходе из СССР не может быть и речи? Я и сейчас могу сказать, что о выходе из СССР не может быть и речи. Потому что наша страна никогда в СССР не вступала. Уже скоро 12 часов, как мы работаем. Как вы считаете, длительность заседаний Совета должна быть чем-то ограничена, кроме воли большинства фракции? Я, в принципе, за то, чтобы мы работали до тех пор, пока мы работоспособны. Я, к сожалению, не слышал ни вопроса, ни ответа, но понял, что вы оба удовлетворены. Принятие исторической декларации намечено на следующий день. Яна Рубинчик, Латвийское телевидение.